Добрый вечер! Программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о тех процессах, которые происходят в нашем городе в связи с приближающимися выборами. В частности, о проекте выдвижения единого кандидата демократических сил. Что с этим проектом произошло? Закончился он или есть еще некая надежда такого кандидата получить? Об этом сегодня будем говорить с гостями студии, которых я с удовольствием представляю. Руководитель секретариата областной организации Блока Петра Порошенко «Солидарность» Виталий Маляренко. Здравствуйте, Виталий! Добрый вечер! И координатор Харьковского Евромайдана Игорь Рассуха. Здравствуйте, Игорь! Добрый вечер! Давайте, да, собственно, по порядку. Вот я боюсь ошибиться, кто был, что называется, автором идеи, если не ошибаюсь, Игорь Львович, да, озвучил, во всяком случае, со стороны, да, по поводу кандидата. Да, в этот раз идея происходила из наших партийных как бы недр. Изначально ситуация развивалась следующим образом. Осознавая всю сложность подхода к местным выборам в городе Харькове, где разрозненные политические силы, которые относят себя к демократическому, патриотическому лагерю, пытаются как-то консолидировать усилия и отнестись ответственно к вопросу выдвижения кандидата на пост городского головы, мы предложили такой механизм. Это прозвучало прежде всего в заявлении Игоря Львовича Ранина. Затем при проведении круглого стола, который мы провели в партийном офисе, и на нем Игорь присутствовал, мы постарались поломать сложившуюся практику, которую, например, я считаю порочной, когда вначале выдвигает партия кандидата, потом сгребает всех общественников под этого кандидата, или наоборот сгребает всех общественников, ставляя их перед фактом. И мы попытались уйти от этой набившей оскомину схемы и обратились к общественности, к политическим партиям Харьковщины, прежде всего к партиям, входящим в коалицию, с тем, чтобы обсудить в открытом режиме, не ограничивая список участников, видение, каким должен быть этот кандидат, кто ему может стать, каково видение развития Харькова, какие инновации он должен перенести с собой, выдвигаясь на пост городского головы. И когда у нас проходил круглый стол, список которого участников мы не ограничивали, люди дописывались буквально в последний момент, пришли все представители партии коалиции, в том числе участницы коалиции, в том числе представители партии «Самопомощь», и все в один голос сказали, да, мы хотим участвовать в этом процессе, было много интересных выступлений, прошло все очень позитивно, демократично, как призвал один из общественников, по-моему, схидный корпус, Юра Голубь, я могу ошибиться, обращаясь ко мне, он сказал, спуститесь со своих этих, станьте вровень с общественниками, в такой шутливой манере, так этот круглый стол и прошел, и мы, наоборот, его заканчивали на такой ноте, что нужно уйти от персоналей, а попытаться говорить о визе и развитии города, о программе действий, именно действий. И если и говорить о персонале, то с точки зрения очень простой, что этот человек сделал в своей жизни, что он может предложить сегодня, что он может сделать для простых харьковчан, для того, чтобы нам всем в этом городе было жить безопасно, комфортно, чтобы были рабочие места, работал транспорт и так далее. И пытаясь как можно меньше навязывать свой какой-то партийный диктат, мы как бы передали инициативу общественным организациям и даже не пытались вмешиваться в этот процесс, ни в коем случае не влияя на него, для того, чтобы они в демократической такой среде своей, как общественная организация, не под чьим диктатом смогли выработать какие-то единые критерии и предложить список кандидатур. А что дальше произошло? Потому что, насколько я знаю, там, по-моему, два было заседания, которые куда-то бедно прошли. Три. Три, да. Причем как-то вот уровень конструктива с каждым разом падал, к сожалению. Первое заседание было у нас в Укроп-Холле, то есть, собственно говоря, непосредственно по инициативе квадрата Евромайдана, вот, ну и, собственно, после этого круглого стола, вот, но мы не ограничивали, мы именно, тоже был достаточно широкий, так сказать, спектр представлен людей, вот, ну, пытались говорить о каких-то, скажем так, глобальных программных принципах, договаривались, что в случае, если там будет несколько кандидатов, то, так сказать, в итоге они будут поддерживать кого-то единого, если они, так сказать, договорятся между собой. Были, ну, собственно говоря, кроме Евромайдановцев и штаба обороны, пришли представители громадской варты, там, схидного корпуса, там, вот, ну, гражданской части, хотя там они не совсем схидный корпус искали, голубь там, не совсем то, но, в общем, короче, вот в ассортименте достаточно разнообразные люди, вот, и договорились, что в следующий раз будет уже у нас собрание, как расширенное заседание штаба обороны, общественного штаба обороны Харьковской области, поскольку это организация, консолидирующая тех, кто занимается, в общем-то, прежде всего, ну, скажем так, общественной помощью обороны Украины, прежде всего Харькова, ну, в том числе люди, которые там, вот, самообороны разные структуры и так далее, вот, ну, чтобы это было именно общественность патриотическая. Это расширенное заседание, вот, да, выдвинулась две кандидатуры, моя и Голуба, и там еще представители социалистов предлагали, что они тоже, кстати, социалисты участвовали, вы видите, какой аспект широкий. Да, аспект, это действительно был от правого сектора до социалистической партии. Да, 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 совершенно верно. Все это демократично. Все это да, откликнулись все, это самое интересное. Как организация зонтичный Евромайдан, которая принципиально, как бы, надпартийная, вот, мы, естественно, не могли никого ограничивать, и задача не стояла, тем более штаб обороны, он, как, более практический, но он тоже широкий, там тоже достаточно разные люди входят. Вот, что получилось на этом третьем, значит, пришло достаточно много людей, которых я видел в первый раз в жизни, вот, значит, Ну, опять же таки, вот, представители громадской варты заявили, что вот мы хотим вот это все организовать, вот, и явился Игорь Миронович Балута, вот, и, как потом выяснилось, большая часть некая общественность, которая его до этого поддерживала, вот она, вот, значит, выдвинулась четыре кандидатуры, вот, значит, опять-таки, я выдвинул свою кандидатуру, Голуб Юрьевич, выдвинулся Копцев, член как раз БПП, вот, вот, народный депутат Верховной Рады, и выдвинулся Балута, вот, причем Копцеву специально пришло, ребята, ну это же не окончательно, это же мы только, да-да, сказали ему, не окончательно, ну, поговорили, а теперь давайте проголосуем, кто кого поддерживает, ну, давайте говорим мягким рейтингом голосованиям, ну, проголосовали мягким рейтинговым, на первом месте оказался Балута, на втором я, на третьем Копцев, на четвертом Голубь, и тут Валик Быстриченко от Громадской Варты заявляет, вот, ребята, вот это мы должны окончательно проголосовать, тут вопрос остается, так, пройдите, мы же так вроде не договаривались, нет, давайте голосуем за то, что мы вот так вот это решили. Опять-таки, кто были голосующие? Все люди, которые пришли, вот, сам по себе хороший человек, может, вообще замечательные люди, но, если учесть, что на заседании штаба там где-то две трети было людей, которых мы впервые в жизни видели, многих, в общем-то, вопрос репрезентативности был очень непонятен, вот, ну, вот, некое проголосовали, и потом пошло гулять, опять-таки, что вот единогласно выдвинули Балута, но, ребята, уже, извините, не совсем так. Была еще одна встреча, если не ошибаюсь, это медиа-центр «Время», да? Медиа-центр «Время», где организовывала уже группа, конкретно группа поддержки Балуты, вот, но они решили, что мы будем, вот, как бы, строго по мандатам, одни чек, одна организация, вот, и, в общем-то, пришли, тоже мы тоже пришли, хорошо, ребята, давайте так, мы тоже приняли участие, вот, и оказалось еще интереснее, потому что собралось, ну, там, целый зал людей, вот, там, мандаты тоже выдавали, в общем-то, организациям, по чешу вас организация «ХАС», спрашивали человек, вот, это авиационный завод, он говорит, а вы что организация? Ну, в общем, как-то вот такие разговоры были, и в итоге выдвинулось еще три человека, помимо предыдущих, что самое интересное, Балуты не было, вот, вот, и в итоге голосования не было вообще никакого, вот. То есть, по итогам четырех, получается, собраний, да, не то, что договориться о единой кандидатуре, а хотя бы организовать, получается, процесс, получили... Ну, опять же, таки, очень возмущены были этим члены Коррадо-Евромайдана и штаба, они, было проведено отдельное заседание Коррадо-Евромайдана, и иногласно поддержали мою кандидатуру, и было заседание штаба, значит, 22 человека за мою кандидатуру, при двух воздержавшихся, притом, опять же, таки, никто не возбранял голосовать же и за Балуту, и за кого-либо еще, но, опять же, таки, есть опыт общения с Балутой в качестве губернатора, и, соответственно, реакция была людей где-то такая. Вот это вот очень коротко. Вы знаете, здесь, конечно, нужно, наверное, это немножко прокомментировать, поскольку за последние, так получается, лет 12-13, я знаком лично со всеми, так или иначе, участниками, большинством участников всех этих событий. Вот данные события показывают несколько простых, очевидных вещей, к большому нашему сожалению. Во-первых, на общем фоне колоссального количества общественных организаций, зарегистрированных в Управлении юстиции, это только Управление юстиции знает, сколько их, но, я думаю, что несколько тысяч, наверное, и при том, что любой человек фактически с печатью общественная организация может в теории вопроса иметь право голоса, вот мы имеем такой общий фон, хотя мы прекрасно все харьковские общественники и люди, которые занимаются харьковским политиком, вам знают, кто есть, кто есть, кто, что такое зеленый фронт, кто такие евромайдановцы и так далее, да, что такое схидный корпус, но на этом общем фоне, к сожалению, все вот это движение, вместо того, чтобы состоялся конструктивный разговор, как я говорил, о визе и программах действий, свелся опять к обычному такому шоу под девизом «Кто больше собой привел голосующих за меня любимого?». Ну, по этому принципу мы с вами здесь встроим, сейчас можем посчитать, кто сколько печати с общественниками принесет и получить право голоса. И вот отсюда вот это и есть отправная точка, с которой, как мне кажется, нужно начинать, потому что если общественные организации не готовы вести друг с другом конструктивный разговор не из области «кто больше собой привел, тот и прав», а о том, как дальше жить, как строить нашу общую жизнь в городе Харькове, да, какие действия конкретные совершать, вот это и есть конструктивный разговор, то, соответственно, разговор партийных организаций с этим пестрым общественным сектором, он затруднен, потому что в данном случае мы даже до конца не можем, собственно, понимать, кто кого представляет и с кем вести какой-то диалог. Получается, мы хотели уйти от такой порочной практики, да, а возвращаемся к ней же. И вот эта проблема разделенности общественных движений, она, конечно, находит свое отражение в политических партиях, потому что на нашем круглом столе самопомощь представитель сказал, да, мы заинтересованы в конструктивном диалоге, примем активное участие, не успел он выйти из нашего офиса, и уже идет заявление о выдвижении кандидата от самопомощи, причем без каких бы то попыток вступить в конструктивный диалог. Я не хотел бы здесь комментировать фамилии каких-то отдельных, сегодня звучат много фамилий на слуху, так сказать, от общественных организаций, уже не один человек, не два звучит, несколько фамилий. Но я думаю, что это чисто технологическая задача собрать под себя пул так называемых общественных организаций, это не иметь никакого отношения к электоральным предпочтениям харьковчан или к видению развития города. Я хотел бы сказать, что возможно, в нашей очереди ошибка была слишком широкий подход к набору общественности, но с другой стороны, опять-таки, чем шире круг общественности, тем менее вероятен был бы какой-то конструктив в итоге. Общественно, самое разное, бывают собаководы, филателисты, сексуальное меньшинство тоже, кстати, почему-то они у нас никак, вроде бы гейропа, но я их ни разу не видел у нас, ни на каких акциях вообще, в принципе. Вот, соответственно, без филателистов и этих сексуальных меньшинств мы, в общем-то, как бы договорились, именно те люди, которые занимаются конкретно именно главный пул патриотических организаций. Но, я думаю, что из самого начала я об этом говорил, что тут не надо перекладывать так уж ответственность на общественность, потому что, согласно Конституции и законам, организации, которые занимаются, общественные организации, которые занимаются политической борьбой и борьбой за власть, называются политические партии. И, в общем-то, с самого начала я постоянно подчеркивал, что это все имеет смысл тогда, когда есть политическая воля политических партий, основных политических партий. Прежде всего, в харьковских условиях. Это партии и коалиции, в особенности, должны были договориться о солидарности и самопомощи. У меня сложилось впечатление, опять-таки, при том, что у меня очень много моих друзей в самопомощи и так далее, что все-таки больше ответственность за то, что не договорились, лежит на самопомощи. Потому что солидарность в лице лидера, и он же губернатор, ранена, достаточно четко заявляла о своей готовности к такой договоренности. Виталий Витальевич, вы сказали о том, что самопомощь выдвинула на прошлой неделе, по крайней мере, объявила, насколько я понимаю, с процедурной точки зрения. Но вы сделали, в принципе, тот же шаг. То есть, на прошлой неделе было объявлено, что инициативная группа будет выдвигать Александра Давтяна на пост, как кандидатуру на пост Харьковского городского главы. Означает ли, что, в принципе, вся идея в дальнейшем сотрудничества уже в качестве официального кандидата, наверное, от вашей политической силы с общественными организациями, поддержка некоторых общественных организаций, вот этого его уже не будет. То есть, отказ от формата сотрудничества, получается, да? Ну, давайте я отвечу последовательно. Вы ряд нескольких вопросов задали. Последовательно я смогу ответить. После выдвижения самопомощью своего кандидата уже понятно, что единого кандидата от политических сил, входящих в коалицию в Харькове, так или иначе не будет, потому что сама идея переговорного процесса была дискредитирована таким образом. Соответственно, осознавая свою политическую ответственность, как сказал Игорь Рассоха, политические партии — это тоже общественная организация, только непосредственно работающая в политической плоскости общественной жизни. Наша инициативная группа, то есть городская партийная организация, обратилась к областной партийной организации рассмотреть кандидатуру Александра Сергеевича Давтяна, который является руководителем городской организации, что, в общем-то, так или иначе, я думаю, достаточно логично, поскольку человек представляет городскую организацию партии, и мы сейчас говорим о выборах городского главы. Соответственно, на сегодня мы имеем заявление головы областной организации, что эта кандидатура будет поддержана и рекомендована к конференции, к рассмотрению на конференции, когда начнутся официальные выдвижения в соответствии с законом с 21 числа. Недолго, как говорится, сдать осталось. Что касается поддержки общественных организаций, без сомнения, заявление, которое мы сделали за моей подписью, оно есть на официальном сайте партии, сказано, что после официального выдвижения мы обратимся за поддержкой абсолютно ко всем демократическим силам, политическим партиям, не только входящим в коалицию, общественным организациям разного спектра, которые сегодня звучали, и другим, за поддержкой. Теперь мы пойдем по такому механизму, будем просить о поддержке проведения консолидированной избирательной кампании. Заметьте, мы опять-таки не ставим задачу кого-то под себя загнать, заручиться подписным листом в 100 фамилий и так далее. На мой взгляд, от этого пути надо отказываться. А вот выдвинуть своего кандидата, взять на себя политическую ответственность за это действие и обратиться к харьковчанам, а также ко всем политическим игрокам и общественникам за поддержкой проведения единой консолидированной избирательной кампании. На мой взгляд, это единственный путь, который сегодня должен быть приемлем. Я еще хочу спросить все-таки об оставшихся партиях парламентской коалиции, которые представлены в Харькове, в том числе своими региональными отделениями. Есть ли диалог о поддержке на этом уровне, хотя бы остатках формата единого кандидата? Значит, такой диалог ведется. И я думаю, что если не все, то ряд партий нас поддержат, хотя я выражаю надежду, что все. А что общественность по этому поводу, думая, по поводу того, что вот уже есть два, собственно, кандидата от демократических сил? Общественность в данной ситуации, а, скорбит о том, что не получилось единого кандидата прежде всего. А во-вторых, я думаю, что мы будем обсуждать этот вопрос и решать его именно в процессе, когда это произойдет. На сегодня никаких решений на этот счет не было. Если это с моим личным мнением, то лично я поддерживаю такой вариант, потому что это в данном случае вариант с шансами на победу, достаточно серьезный. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Увы, время эфирное подошло к концу. Спасибо вам большое, что были в нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Выборы приближаются, становится все интереснее. Будем за ними следить вместе. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова